друзья приветствую вас это обзор выходного дня вышли отчеты по 100 сфтси давайте рассмотрим какие там произошли изменения связи с этим какие ожидать движения по ключевым активам на предстоящей неделе и возможно на февраль месяц и также какие изменения есть в позициях на фарсе мвб сейчас весь информационный эфир забит но во-первых завтрашними политическими событиями 31 января во вторых что не открой везде обсуждают ситуацию со стоп гейм а также с тем что робин гуд и соответственно объединение частных трейдеров в америке разгромят всю финансовую систему давайте мы не будем этих вопросов касаться давайте рассмотрим то что касается трейдинга анализа рынка и заработки денег потому что вся эта шумиха с моей точки зрения она создается либо для того чтобы скажем так привлечь людей к экрану и дополнительные просмотры создать или к тому чтобы замаскировать какие-то иные события которые на подходе обращаю внимание что задача определить когда наступит слом и падение рынков задача очень непростая и чаще всего большинство людей оказывается против этой точке то есть эта точка она для них служит критической и они ее не предугадывают так друзья давайте начнем с данных бейкер хьюгс это количество активных буровых вышек она выросла на 6 штучек было 289 стал 295 но и действительно при текущих ценах на нефть вполне как бы они могут продолжать расти благоприятные условия но я все-таки думаю цифра 3 300 200 90 300 она послужит определенным диапазоном выше которой либо движение не пойдет сейчас либо потом через какое-то время будет возврат в этот же диапазон где-то 270-310 вот так вот так дальше давайте календаринг на инвестинге посмотрим так что же что же что же но здесь по сути софтисе данные пока не вышли досадно но ничего страшного так открываем нашу шпаргалку по поводу британского фунта давайте посмотрим какая расстановка сил так по британскому фунту нон коммерс и сократили ланговые позиции чистая позиция стала меньше лангов чем было то есть на предстоящую неделю ожидают снижение британского фунта против американского доллара так далее у нас идет евро так на по евро нон коммерсов немножко ланге выросли было 163 с копейками стала 165 тысяч то есть по евро делаю ставку на то что евро к доллару будет либо в боковике либо будет расти ну в общем то исходя из этих данных пока на предстоящей неделе никто кризиса не ожидает но конечно он может прийти черный лебедь полетает внезапно так далее канадский долл так на по канадскому доллару немножко увеличили лангин точнее даже здесь уже не немножко вполне прилично нарастили ланге но он коммерс из 10 до 13 тысяч пусть по нему ожидают на фоне высоких нефтяных цен рост канадский доллар против американцев но канада она во многим во многом схожи с россией потому что там экономика она тоже достаточно серьезно завязана на нефти на газе но там она более сбалансирована в части создания продуктов и услуг с высокой прибавочной стоимостью так далее и на так на отпаяние здесь идет снижение как по аналогии с британским фунтом то есть 50 тысяч снизили до 45 то есть получается где-то на 10 процентов порезали позиции то есть поение ждут снижение так вот фьючерс на индекс доллар здесь спекулянты немножко увеличили шарты с 14 тысяч двести до 14 тысяч 700 то есть пока как бы глобально не ожидают разворота потоков мирового капитала от евро в доллар так давайте биткоин посмотрим тоже интересная такая тема то что связано с криптой так вот по биткоину режут шарты режут шарты нам коммерс и то есть ожидают что биткоин будет расти но опять же обращаю внимание с моей точки зрения биткойн не самое интересное криптовалюта на текущий момент так друзья далее то что касается фьючерса на смп так но здесь шпаргалка показывать что по фьючерсу смп были ланге 1700 контрактов стали шарты минус 3000 то есть ожидают что будет смп либо снижаться либо находиться в боковике на хаях но здесь возможно она похожа на правду потому что текущая ситуация нету драйверов для роста то есть печатание денег она удерживает на достигнутых значениях условно печатание то есть конечно никто их не разбрасывать с вертолета то есть это утрирован термин вот и вполне возможно что действительно мы будем либо консолидироваться на хаях либо пойдет какой-то откат продолжение отката на самом деле здесь глобально напрягает то что произошел переход из положительной области в отрицательный вот это всегда за собой несет какие-то повороты так далее по нас даку так на по нас даку наоборот нам коммерс и они же спекулянты наращивать позицию ланге набирают кому война кому мать родна так друзья далее крут oil или же нефть здесь произошло небольшое снижение лангов было пятьсот восемь с половиной тысяч лангов стало пятьсот четыре шесть но где где-то изменение минус один процент я думаю такое изменение она указывает на то что нефть будет находиться в боковике более детально где этот боковик находится мы посмотрим дальнейшем на графиках так друзья далее золото по золоту позитивная динамика спекулянты нарастили ланге 246 до 257 тысяч вот ну и все указывает на то что на предстоящей неделе по золоту будем тестировать 1900 так далее серебро так но по серебру тоже здесь причем даже более весомая позитивная динамика то есть 52 тысяч до 54 то есть делаю ставку на то что серебро на предстоящей неделе будет показывать рост ну а если еще и утвердят план помощи на следующей неделе то мы можем увидеть весьма и весьма шуструю позитивную динамику как серебре так и в золоте так и даже в криптовалюте так друзья давайте теперь к нашим бараном которые будут двигать рынок в понедельник это фьючерсы на фарсе ммвб давайте с ртс начнем так но пфтс ланге срезали юридические лица ожидают что ртс в понедельник пойдет корректироваться вниз еще потребуется корректировка огня в понедельник с утра но текущее изменение цифр открытых позиций указывает на то что достаточно ощутимое движение вниз может развиться по ртс в понедельник я не знаю как насчет турника но в понедельник может быть достаточно ощутимое движение вниз опять же этой пока не окончательное решение надо посмотреть как будет будут открываться площадки в понедельник с утра так далее сбербанк здесь тоже ставка на то что продолжится снижение сбербанка судя по всему речь идет о движении на 256 252 ну и особо как бы никаких идей драйверов на текущий момент нет поэтому вполне возможно что в понедельник мы увидим тестирование нижних нижних значений ближайших вот опять же обращаю внимание что это не стопроцентной гарантии того что именно так будут развиваться события вероятности корреляция достаточно высокая но вы сами могли убедиться что не всегда идет именно в этом направлении движения так далее газпром но здесь ситуация схожа со сбербанком то есть опять же делают ставку на то что по газпрому будет движение вниз возможно будем щупать двести восемь с половиной так далее гмк нот по гмк ситуация она скажем так обратно то есть по гмк делают ставку на то что гмк будет расти пока не совсем понятно что является здесь драйвером вот но на текущий момент то есть юрики сделали ставку на то что по гмк в понедельник будет отскок вверх так далее фишечка рубль доллар здесь юрики порезали шар ты достаточно ощутимо то есть ожидают что будет движение на отскок доллара и соответственно рост доллара против рубля в понедельник так далее евро рубль евро рубль здесь достаточно уверенная ставка на то что евро к рублю в понедельник будет расти так ну и там еще по поводу валюты у нас общем то налоговый период закончился и поэтому бог в помощь чтобы рубль немножко припал но конечно это спорный момент кто-то говорит что ни на что это не влияет что там заранее средства резервируют вот но тем я не берусь судить я ником никогда в структуру этих финансовых движений потоков не вникал именно в этой части в этой сфере то что касается резервирования под налоги их оплаты там как бы то ли рубли видео фезе покупают и потом меняют последний момент то ли валюту держит я я просто вижу что здесь есть вполне четкая закономерность что действительно в конце месяца как только проходят дни с пиком налоговых выплат наблюдается после этого очень часто снижение ослабления рубля против доллара и евро так далее евро доллар ну здесь в общем то делают ставку на то что евро доллару начнет взлетать вот ну позитивная динамика евро доллару это общем то позитив и для российского фондового рынка так друзья то что касается движения какие цели это мы попозже на графиках посмотрим либо на выходных либо в понедельник с утра так далее серебро ну серебро здесь ставка на рост срезали шорты юрики соответственно в понедельник ждут от сколько его серебра нефть ну здесь ставка тоже на рост нефти в понедельник но тут такая ставка она не очень убедительная то есть ну наверное скорее всего так предполагает движение будет в рамках боковика так золото золото вот по золоту юрики делают ставку на то что будет либо слабенький рост понедельник либо будет движение в боковике но с моей точки зрения они здесь не совсем правы вот давайте по поводу золото мы вернемся в понедельник с утра к этому вопросу вот но мне кажется здесь они не совсем правильную сторону заняли в этом вопросе так друзья ну вот в общем то говоря основные моменты анализ соты софти си анализ позиций на фарсе мвб обращаю внимание что соты софти си я смотрю позиции ном коммерсов по-русски говоря спекулянтов есть другие точки зрения другие взгляды на то на что надо смотреть и обращать внимание в моей системе координат я решил что надо обращать внимание на то про что я вам говорю всем людям свойственно ошибаться я использую то что работает у меня у кого-то это может не работать соответственно то что касается соты софти си эти закономерности с наибольшей степенью вероятности срабатывает в течение либо первой половины недели либо в течение всей недели то что касается позиции ford мвб динамика изменений позиции юридических лиц она чаще всего но не всегда работает либо в течение дня либо в течение первой половины дня вот такие вот закономерности если вам понравился материал подписывайтесь на мой youtube канал мой телеграмм канал спасибо за внимание хороших выходных хорошего продолжения выходных всего наилучшего